Драгоценная Церковь Драгоценная Церковь Драгоценная Церковь Оно растет. Все, что живое, оно растет. И нам не нужно никаким образом искусственно вызывать этот рост. Оно живое, оно растет. В семени уже заложен естественный потенциал к самовоспроизводству, к росту и приумножению. Аминь. Вот. И что для этого требуется? Все, что для этого требуется, это создать необходимые для этого условия. Ну, чтобы семечко там, не знаю, арбузное, семечко тыквенное, любое семечко там выросло, для этого нужно, что-то из него выросло, для этого нужно создать соответствующие условия. А больше мы ни на что повлиять не можем. Правда? Потому что вот этот естественный потенциал, он уже в нем заложен. Точно так же и с церковью. Мы вчера это узнали. А хотите узнать тоже? Тоже приходите учиться. Вот. И знаете, в Марка 4 главе, там Иисус рассказывает притчу и сравнивает Царствие Божье. Я вам зачитаю сейчас эту притчу. Марка 4 глава, 26-29 стихи написано и сказал. Царствие Божье, подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе, когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. Другими словами, все, что нужно сделать земледельцу, это найти поле, скопать его, кинуть семя, бросить семя, как там написано, поливать его, да, освобождать от сорняков. И что еще ему нужно? Ну, Писание говорит, что ему еще нужно спать. А потом ему просто нужно вовремя пойти и собрать этот урожай. Все остальное от него уже не зависит, потому что в семени заложен естественный потенциал приумножения, естественный потенциал роста. Все, что ему нужно, ему нужно запустить вот этот механизм естественного потенциала приумножения. И знаете, здесь меня осенило. Ведь на самом деле, вот когда мы вчера учились, у меня вдруг на одном моменте осенило. На самом деле, вот этот естественный механизм приумножения заложен в каждом духовном законе. Вот в каждом духовном законе. И если мы говорим о духовном законе сияния и жатвы, все, что нам нужно, это запустить вот этот естественный механизм приумножения. Нам нужно открыть двери для благословения. Нужно вырыть вот эти вот каналы, по которым это благословение потечет, верхние и нижние источники, как Писание учит нас. То есть, если вы хотите преуспевать финансово, если вы хотите денег, ну, для начала, как минимум, нужно иметь работу, дело, да, потому что Бог говорит, я благословлю дело рук ваших, дело рук твоих, да, Якова. Это надо, значит, что? Значит, сначала должно быть дело, через которое Бог тебя будет благословлять, потому что это уже один из каналов, это уже один из источников, это уже понемножку вы начинаете запускать механизм приумножения. Что еще нужно, кроме этого, да? Конечно же, нужно научиться жить без долгов, потому что это то, что это те сорняки, которые вот камни, которые мешают на пути нам. Нам нужно научиться правильно распоряжаться финансами, потому что если мы неправильно ими распоряжаемся, это тоже те сорняки, которые мешают. Нам нужно их вырывать, нам нужно быть честными, не воровать, это вообще самый главный сорняк. Вот, что еще нам нужно? Нам нужно сеять, нам нужно быть верными в десятине. Это, ну, можно сказать, это как удобрение, да? Вот, что еще нам нужно? Нам нужно работать со своим сердцем. То, с каким сердцем мы несем это служение, и то, какими словами мы поливаем свое семя, потому что мы можем делать и поливать это словами неверия, но нам нужно до конца вериться в Богу. Нам нужно до конца вериться в Богу, потому что в послании Галатам написано, делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если что, если не ослабеем. Аминь. И я хочу вас благословить, чтобы, дорогие братья и сестры, вы не ослабели в этом пути, и чтобы вы были мудрыми распорядителями, и чтобы вы мудро рыли эти каналы, и чтобы вы были чутки к голосу Божьему, а во всем остальном, я уверена, вы тоже подтвердите, что Бог верен, и этот естественный потенциал, который заложен Богом в этот духовный закон, он работает, он приумножает. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok